В картинной галерее открылась еще одна фото-выставка хранителей наследия, посвященная Дню Возрождения Карачаевского Народа. Жители республики могут ознакомиться с фотопортретами педагогов и наставников, которые подверглись депортации или родились в Средней Азии. И после возвращения на родную землю посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения. На экспозиции побывал Алихан Непшоков. Их лица передают тяжелые годы депортации и мудрость жизни. Каждый из этих людей посвятил свою жизнь образованию и воспитанию будущего поколения. Проект хранителей наследия подготовлен студенткой Качегу Армидой Капушевой и ее наставником, известным фотографом Ринатом Урусовым при поддержке Росмолодежи. Акция направлена на сохранение воспоминаний старшего поколения, подчеркнув важность тех личностей, которые действительно стали хранителями наследия. Основной целью проекта хранителей наследия являлась популяризация истории народов Северного Кавказа. Для того, чтобы развить у подрастающего поколения патриотические ценности и уважение к тем людям, которые внести неоценимый вклад в сохранение нашей народной идентичности. На выставке представлено около 50 работ. И я надеюсь, что будет следующий этап. Мы будем продолжать работать над этим проектом. Здесь представлены исключительно педагоги и наставники, которые были депортированы в свое время, вернулись обратно на свою малую родину. И есть представители, которые родились в ссылке во время депортации. Кто-то родился в Казахстане, кто-то родился в Средней Азии. Создание архивных материалов, посвященных депортации карачаевского народа, позволит сохранить историю в лицах людей, внесших значительный вклад в историю образования, культуру и науку, отметил заместитель министра культуры Карачаева Черкесии Алхас Хабов. Считаем, что создание такого архива и вообще таких материалов, посвященных депортации карачаевского народа, позволяет сохранить историю для подрастающего поколения и внести вклад в воспитание этого же поколения. Приятно видеть, что наша молодежь интересуется историей и старается сохранить память о тех, кто внес свой вклад в образование и воспитание общества. И хотелось бы поблагодарить руководителя этого замечательного проекта, отмечали собравшиеся. Это напоминание, что мы должны сохранить наше то ценное, которое нам верено нашими старшими. Может быть, кто-то подумает, что портреты, каждый портрет – это отдельная летопись, отдельная история, отдельная судьба. Своими детскими воспоминаниями о депортации поделилась и героиня выставки, долгое время проработавшая учителем родного языка Муслиман Иркенова. Вот эти бесконечные серкловичные плантации и тетушки, по маминой стороне пять сестер, по отцовской стороне четверо-пятеро тоже братьев. Ну, все они были заняты вот этим. Кто-то отвозил, кто-то выращивал. Самое гадкое. Еще темно, вот такие мазанки, да, и вот такие вот окунца. И темно, я с бабушкой, и в окошко бригадир на огромном коне, бригадир будет. Фотовыставка продлится до 17 мая. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия.